всем привет наш на нашем канале новый ролик очень важный для того чтобы вы создавали правильные взаимоотношения и учили правильному поведению собак это управление собаки на поводке очень часто допустим если мы даже говорим о спортсменах которые занимаются лично я имею такой опыт в свое время занимаясь на площадке я выстраивал какие-то команды там думал о том насколько правильно я все делаю и в быту я делал большие ошибки я считал что в быту я не должен давать какие-то команды без подкрепления без поощрения потому что это испортит мне потом это не испортит потом хороший результат на соревнованиях я был прав одном это испортило но испортило то что я как раз не давал никакого контроля в быту соответственно когда вы даже формируете собакой взаимоотношения там дома команды учите сидеть лежать вы правильно стараетесь выполнять вы смотрите какие-то ролики очень важно и сразу можно определить насколько у человека хорошо выстроены взаимоотношения есть контроль это то когда он гуляет собакой на поводке просто вот в обычной жизни или без поводка если же человека собака на поводке очень сильно натягивает поводок тащит дергает и перевозбуждается лает и человек не умеет управлять собакой на поводке отсюда и начинаются все проблемы значит я снял ролик там где я хожу с шиба и ну ему годик вот вы все там заметите профессионалы какие-то импульсный ошейник это шиба и ну он слонен его зовут фредди он склонен к побегам поэтому иногда для подстраховки есть импульсный ошейник то есть он как бы включен но пользуются им мы пользуемся и хозяева пользуются в очень редких случаях и так первое что вы должны понять через с помощью поводка через поводок вы передаете собаки информацию вот если вы говорите собаки не тяни собака должна не тянуть если вы собаку подзываете по кличке подойди сюда собака должна подойти если собака перевозбуждается начинает лаять начинает крутиться вертеться и вы говорите успокойся собака должна успокоиться значит в ролике немножко я ну там нету перевозбуждения сильного я думаю что это еще как-то как-то отдельным роликом снимем и покажем вам, что такое пассивная коррекция, как правильно пользоваться. Но внимательно посмотрите, если будут какие-то вопросы, задавайте. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч! Основная проблема владельцев собак, особенно если вот как у меня мой так скажем, коллега бегающий на поводке. Основная проблема, особенно с гиперактивными собаками, это управление собакой на поводке. Проблема начинается именно от тех сигналов, которые мы передаем собаке с помощью поводка. В любом случае гиперактивная собака, она всегда будет стремиться быть активной, бегать, прыгать и быть любознательной. Соответственно, очень важно как себя ведут владельцы таких собак. То есть вот, к примеру, я сейчас иду, я использую рулеточку, я иду собака все время занята, она занимается своими делами и как происходит прогулка с такими собаками. В основном владельцы просто выходят, собака пока это щенок маленький, она натягивает поводок, собака становится все старше, поводок натягивается и собака как бы вырастает, особенно если это крупная собака, там килограмм 30-40 и потом она таскает владельца, так скажем, уже не очень это приятно. Вот. Соответственно, нужно приучать со щенка, тут уже нам годик, приучать щенка, подавать сигналы, приучать командам без каких-либо лакомств, без чего-либо. К примеру, собака идет, натягивает поводок, мы говорим не тяни и делаем рывок. Не тяни. И это повторяем, пока щенок, если он очень активно тянет, регулярно. Не тяни. Не тяни. И собака, вот видите, чуть-чуть успокаивается. Следующий важный этап это не тяни. Это чтобы вас собака слышала на прогулке, особенно если это активная собака. То есть, к примеру, собака бегает, вот она занимается своими делами, и мы подзываем Фредди ко мне. Сидеть. Ай, ты моя умничка. Молодец. Гиперактивных собак сильно эмоционально хвалить не надо. Гуляй. Это бытовая дрессировка, не спортивная, поэтому здесь не самое важное выполнение четко команд. И еще очень важный аспект это как правильно успокаивать гиперактивных собак. Гиперактивных собак успокаивать эмоционально, кричать на собаку, дергать за поводок не работает. Это нужно делать пассивной коррекцией. Что такое пассивная коррекция? Это идет небольшое натяжение, допустим, это или есть такие специальные удавочки, или ошейнички, натяжение, чтобы собака успокоилась. Ну, как бы, собака у меня на видео уже чуть-чуть обучена, ему годик, поэтому он это уже все знает. Фредди, ко мне сидеть. И я аккуратненько покажу, вот видите, он немножко неспокойный, то есть если он перевозбуждает, с собакой прыгает, мы берем поводочек, фиксируем и чуть-чуть подтягиваем вверх, чтобы собака чуть-чуть успокоилась. Ждем, пока собака успокоилась, отпустила. Вот смотрите на его тело, как он успокаивается. После этого спокойным голосом говорим, гуляй.